Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Арина Захарова, и сегодня я расскажу вам о нашем опыте начала разработки средств управления пулами виртуальных машин для учебных заведений. И перед тем, как начать содержательную часть своего доклада, я хочу задать два вопроса. Зачем и почему? В принципе, наверное, это главные вопросы, когда вы начинаете что-то делать и разрабатывать. Первое. Почему мы задумывались об этом? В 2022 году, как раз таки я пришла учиться в Баунку, вся страна столкнулась с очень острой проблемой импортозамещения, более остро стоящей, чем ранее. И даже Министерство образования выпустило рекомендации по импортозамещению, соответственно, основываясь на множестве различных актов, ослабляясь на реестр отечественного ПО и так далее. Тогда мы взглянули на инфраструктуру, которая была развернута на тот момент у нас, и подумали, что импортозамещать придется, наверное, все. В первую очередь у нас был развернут кластер на основе VMware решений, и это было VMware Horizon. У нас стоят тонкие клиенты, с помощью которых мы подключаемся к виртуальным машинам, развернутым в этом кластере, и на них работаем в одном из наших учебных классов. Решение это в целом довольно удобное для людей, которые профессионально занимаются системным администрированием, хорошо увлечены в сферу виртуализации. Действительно, оно сокращает издержки на администрирование рабочих столов и ускоряет процесс отладки, развертывания различных новых решений. Но в 2022 году мы поняли, что это проприетарное решение, которое к нам не подходит. К тому же в марте VMware в принципе ушел из России, и пришлось искать что-то новое очень быстро. И к тому же не все операционные системы домно разворачивались. Например, развертывание пулу виртуальных машин Ubuntu — это отдельная сложная история с очень четким выверением версий восстановленных систем, дополнительных компонентов, которые оказались даже по силу не всем администраторам в Бауманке. На что мы можем замещаться именно в вопросе VMware Horizon как VTI? Это система OpenUDS, это открытые решения. Действительно, также оно выполняет основные задачи, связанные с сокращением издержек по времени на администрирование, но у него действительно также остается довольно сложная документация, развертывание требует высокий уровень знаний. Особенность системы обучения построена, по крайней мере, в нашей кафедре так, что многие студенты привлекаются к процессу администрирования и могут на практике ощутить, каково это — находиться по ту сторону, взаимодействовать с различными компонентами инфраструктуры. И многие студенты бросали свою работу в качестве стильных администраторов, сталкиваясь с сложными решениями по типу Horizon и OpenUDS. Тогда мы стали думать, как нам избежать этой проблемы. Это вторая причина, по которой мы решили, что нужно задуматься о разработке какого-то собственного средства, чтобы студентов быстро вовлекать в процесс. К тому же студент — единица непостоянная, он может сегодня работать здесь, завтра перейти в другое место. И тогда мы решили написать наше средство управления пулами. На данном этапе мы не рассматриваем вопросы, связанные с поставлением именно доступа к тонким клиентам. Этот вопрос будет рассматриваться в перспективе. В качестве базовой системы гипервизора у нас рассматривался Proxmox, либо альтвертализация в режиме PVE. Поэтому для разработки нашего средства мы использовали библиотеку Proxmox, работающую с API Proxmox. Дальше мы взяли framework Flask, так как нам было необходимо начать писать такое решение, к разработке которого быстро тоже смогут подключиться студенты. Ну и библиотека SQL Alchemy, чтобы на данный момент решение работает на SQLite. Вот это мы, конечно же, хотим уйти, хотим перейти к Postgres SQL, либо к другим вариантам с UBD. Но, в принципе, эта библиотека позволяет это сделать совершенно бесполезно. Собственно говоря, на каком этапе мы находимся сейчас, и что мы делаем? Мы написали небольшую платформу, основными задачами которой является создание пула виртуальных машин. То есть мы берем какой-то образ, развернутый на нашем гипервизоре, и можем его размноживать в необходимом количестве. К сожалению, тут не очень хорошо видно. Отслеживать состояние виртуальных машин, перезапускать их, в принципе, управлять всем, что необходимо. Какой это дает результат? Это дает больше увлеченность студентов в процесс обучения. Они видят, что платформа не такая сложная, и, в принципе, три кнопки на основном интерфейсе, пять кнопок на дополнительном интерфейсе, связанном с конфигурированием виртуальных машин. Наверное, я с этим смогу справиться. И те люди, которые приходят на практику, уже не впадают в ступор при виде в первый раз консоли, точнее, веб-интерфейса, с которым приходится управляться. Это как раз таки приводит к тому, что люди с большим оживлением встягиваются во всю сферу, связанную с администрированием. И сейчас у нас даже, в частности, из-за таких решений сформировалась команда более постоянных ребят с младших курсов, которые спокойно могут заниматься тем, что они настраивают рабочие столы, они развертывают стенды для лабораторных работ, и это не вызывает никаких проблем. В принципе, давайте здесь можете посмотреть код на гитхабе, присоединиться к процессу разработки, потому что действительно еще очень большая область того, что у нас не охвачено на данном этапе. Наши перспективы — это развитие данной системы, работа не только с кем образом, но и с контейнерами, которые выразиваются в PVE. У нас есть определенные планы, связанные с подключением к тонким клиентам. Это работа с различными моделями как цитриксовских тонких клиентов, так и клиентов, которые вставляются под VimeWare Horizon. Поэтому будем очень рады сотрудничеству и, наверное, можем перейти к вопросам. Скажите, сколько у вас этим занимается? Может быть, я пропустил, извините. И сколько времени у вас ушло на то, чтобы сделать то, что… Этим у нас занимаются два человека. И, собственно говоря, мы работаем в таком спокойном режиме в течение полугода. Спасибо. А я правильно понял, у вас, по сути, конкурирующее решение, да? Или вы чувствуете, что молодежь вас сделала? Я бы сказала, что у вас не конкурирующее решение. Я вижу в этом хорошую перспективу для взаимодействия, мне кажется. Ну, понятно, да, у них все-таки настоящие компьютеры, а у вас вот то, что осталось. Ну, кстати, для тех, кто переживает, что вот в январь ушла из России, ничего страшного, она ушла вообще из жизни. Я ее купил братком, и там то, что там сейчас происходит, с базами корпоративными, со всем, с поддержкой, с развитием, с архитектурой, то есть они находятся на пути в никуда. Так что, да, о них не стоит жалеть, как говорится. Такой вопрос. А вы кем работаете в вузе? Вы уже предлагали в вузу это ваше решение? На данный момент в вузе я не работаю, я работала чуть ранее. Работала я как раз таки в должности системного администратора, и поэтому я могла на практике сразу внедрять решение, как бы тестировать. А какое сейчас решение это в Бауменке? Или они все на том же самом сидят? У нас, у нашей кафедры есть такая уникальная возможность, у нас есть свои сервера, поэтому можем пробовать, что хотим, и на данный момент у нас разворачивается на некоторых серверах альт-виртуализация, на некоторых у нас все еще живет в MWARGIS XI плюс Horizon, потому что не все мы можем так быстро мигрировать, как хотелось бы. Вот как-то так. И еще на одном из серверов поднимается кластер Kubernetes. Получается, вот то, что вы показали, вы тестируете внутри кафедры? Да. Спасибо за труды и за доклад. У меня маленькое предложение, наверное, примерно к половине докладчиков, все-таки ссылки давать не только перфокодами, но и обычным текстом. Спасибо, сестренки. Ну что ж, вопросов больше нет, раз ты вот так вот прям подвел итог, да, получается? Ну что ж, ладно, спасибо. Спасибо за доклад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!